Он такой же свежий, как и у братьев в погрядке, собратьев, как и в прежней жизни. А если просолилось, то только лишь, чтобы шкурка просолилась. Но Бог, Он не хочет, чтобы мы были малосольными. Иначе это не Гоже, это погибель. Иисус говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. То есть имелось в виду не просто даже обряд совершить какое-то определенное, да, таинство, а разовое переживание. А имелось в виду, кто уверует в меня, да, в Бога, в Иисуса Христа, в Спасителя, и погрузится в Него, да, и просолится им, будет спасен. Кто не погрузится, не уверует, тот так и погибнет на грядке вообще. Так и погибнет на грядке. Ну, насчет малосол, это отдельная история вообще. Так вот, дамы и господа, и когда Бог нас в свой рассол опускает, погружает в себя, давайте не будем барахтаться, вырываться, давайте пребывать в нем, а он чтобы в нас. То есть просолиться им. Самые простейшие способы, вот, краткий курс для курсов. Как нам просолиться? Так, во-первых, не дергаться. Просто-напросто не противиться, не дергаться, да, расслабиться. И уже пойми, что все, с грядки ты уже сорван уже. Если ты там уже где-то там побарахтался, допустим, да, обратно тебя на гроб отнеси, ты там засохнешь, заменишь. Еще хуже будет вообще. Чем даже, лучше ты был бы не сорванным вообще даже. Вот, чем сорванным и опять брошенным туда. Ну, все, сгниешь и все. Даже хуже, чем вот тем товарищам, что остались там, значит. Но одно лишь скажу. Для тех огурцов, что еще не сорваны, они думают, ну, на наш век хватит. Но урожай, который погибает на поле, на огороде, это несчастное создание. Это, и наш отец, он хочет, чтобы весь урожай был собран. Чтобы не погиб урожай. Ну, тяжело видеть, да, когда погибший урожай. Когда уже вложено что-то, да, в это все. Люди заботились об этом всем, да. И потом, видишь, все погибшим на полях. Тяжело видеть все это, да. Ты понимаешь, это ненормально. И вот Бог хочет, чтобы все пошло в его закорма. В его кладовочке, в его закорма. Полностью, весь урожай был спасен. И в этом великом деле, просто-напросто, ну, каждые руки, они просто на счет. Делателей мало, как всегда. Деятелей, как пастор один говорил, много. А вот делателей мало. Жатвы много, работников мало. Дай Боже нам поработать, вот именно как делатели Божьи. Слава Иисусу. Ну, и каким образом просовиться? В принципе, ничего нового не скажу. Молиться, то есть общение с Богом. Чем больше будет общение с Ним? Даже самый толстошкурый огурец. Если он будет пребывать в этом рассоле, все равно соль в него проникнет. Даже самый толстошкурый христианин, каким он ни был бы, бесчувственный, все. Если он будет в правильной атмосфере и будет смиряться, и не барахтаться, и не высовываться, то все равно соль в него проникнет. А чтобы скорее еще это было, просто-напросто, расслабься, доверяй ему, молись. Вот, Ив, Ив, читай слово Божье, потому что через слово Божье это как бы способность наша огуречная принять. Наша душа огуречная принимает соль в себя, внутрь себя. О, о, а когда есть соленые огурцы, и ты готовишь винегрет, даже не нужно солить. Берешь огурчики, да, соленые, соленые такие, порезал их и туда, и оно все перемешалось, и уже соленое. Поэтому и мы сливаемся с солью, осоляющей винегреты наших городов, наших поселков. Чем больше этих огурчиков, тем лучше. Да, сейчас мне захотелось огурчиков. После такого пробования, похрустеть так вот. Да, так что, открывая баночку сегодня с огурчиками, или завтра там, значит, и хрустя огурцом, вспоминайте пробовать. И вспоминайте, что Бог хочет вас, видите, соленым, хорошим огурцом. Слава Богу. Имейте соль в себе. Это праведность, это святость Бога. Если мы в нем, то им пропитываемся. И Бог нас благословит. Благословляю вас, друзья. Кстати, а что делает огурец, даже в самом хорошем рассоле, не способным принять эту соль в себе? Вот что делает, ну, если нас, христиан, допустим, не способным принять эту соль? Даже находясь в самой правильной атмосфере. Если, допустим, ты находишься в церкви поместной, где вообще там лидеры, пастыри, служители позаботились, чтобы в этом рассоле, допустим, этого собрания было и чесночок, и перчик, и все, 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 и соли, и все. То есть, ты попадаешь в такое собрание, где не просто сопливым стоишься и погибаешь. Есть и такие собрания, где и не поймешь, как бы, вроде как бы и ни то, и ни сё, и ни рыба, ни мясо, и вроде и открыл банку, вроде и выбросить жалко, как бы, но и есть это не будешь. Знаете, вот, ну, как бы, что-то ненормальное. Есть и такие собрания, где христиане просто превращаются в такие сопливые, какие-то уже и непросоленные, и какие-то невкусные, вообще неправильные вещи. Но, даже будучи в неправильной церкви, в неправильной атмосфере, но если ты ищешь Бога живого, Бог с тобой персонально работает. Если ты ищешь, жаждешь Его, если ты наполнаешься Его словом, наперекор всему. Почему? Даже в самых странных очень собраниях я бывал порой за эти годы и встречал очень-очень странные учения и очень странные собрания, очень странные, называющие себя христианскими, но которые, ну, скажу так, христианством их не назовешь даже, по большому счету. Но, дамы и господа, и там, в тех собраниях я встречал людей, которые любят Господа Иисуса Христа, и тех, которые жаждают Его Слова. Удивительно вообще. Это благодать просто особая. Так вот, но даже в самом правильном собрании, в самой правильной атмосфере, все равно есть такие, как говорится, товарищи, которые, как сгустя вода. Что происходит? Через какую-то ересь, блуд какой-то. Через вещи, которые против Слова Божьего. Человек, он становится таким окамененным. И уже на его сердце ничего не напишешь. Обломаешь любой перо, значит, любой карандаш там. Да, уже они снова каменные. Но что делать? Проси Господь, помоги, благослови, размягчи мое сердце. Сделай меня способным принимать твою благодать. Меняться, просаливаться тобою, твоими садами. Благослови меня в этом. Я вас благословляю, друзья. И эти дни мы молимся до конца мая. За Крым, за все народы, проживающиеся в Крыму. За духовное пробуждение народов. Здесь все полуострова. И я думаю, что я лично и многие братья наши продолжат после уже, в июне, до самой Троицы. Молитва продолжится за Крым. И пусть Бог благословит вас. Благоставляю вас словами благословения священников. Мое любимое благословение, которое я очень-очень люблю, оно есть в Библии. В четвертой книге Моисеева, в числах, в шестой главе. Три стиха, которые Бог дал через Моисеев пророка. Шестая глава книги чисел. Где говорится, да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Вот эти слова. Пусть он лицо свое. Кстати, есть один перевод очень красивый. И пусть он улыбнется тебе. Это так хорошо, когда наши родители нам улыбаются. Это хороший знак. Ну, как минимум на мороженое ты можешь рассчитывать. Если мама, папа смотрят и улыбаются, очень по-доброму знаешь, что ты можешь на что-то рассчитываться. Вот. И, ну, конечно, не в этом дело. Но хорошо, когда Бог, Он смотрит на нас и радуется, и улыбается нам, и торжествует. Вообще, Иисус смотрит с довольством на то, что Он совершил. На подвиг Своей души. Он на нас, то бишь, смотрит с довольством. И Он хочет, чтобы действительно в нас жить, сам пожевать, как говорится, и добра наживать. Чтобы действительно царствовать в нас, верующих. И я пою благословение на еврейском языке. Почему? Не потому, что делаю там в языке, в особенности слова. Это не волшебные слова. Просто слова этого благословения на оригинале, они имеют в виду очень многое. Намного больше, чем даже можем себе представить. Потому что некоторые слова этого благословения на современном русском означают, имеют до 70 значений. Представьте себе. То есть вместо одного предложения нужно писать ну там десятки разных предложений, чтобы весь смысл открыть того, что Бог вложил в уста Моисея тогда. Да, все там касается всех сфер жизни и деятельности человека. Его здорового физического, его эмоционального, его благосостояния финансового, всего, абсолютно всех сфер жизни и деятельности человека. И пусть Бог благословит нас, детей своих. Аллилуйя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Пусть Бог Авраама Исаака Израиля, Бог Патриарх и Пророков благословит сегодня каждый из нас, наш любящий Небесный Отец! Аминь! Во имя Христа Иисуса! Благословите всем вам! Шалом! Салям! Мир вам! Спасибо! Спасибо! Слава Господу! Спасибо! Спасибо! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Пусть Бог благословит меня и увезет! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу!